10 января 2008 года обладатели сезонных абонементов на игры Вашингтон Кэпитал собрались на ежегодную вечеринку в Верайзен Центре, домашней арене любимого клуба. После традиционного общения с игроками и совместной фотосессии на сцену поднялся владелец клуба Тед Леонсис. С непроницаемым выражением лица он произнес «Сегодня был чертовски сложный день, ходили разные слухи. Знаете, проблема медиа в том, что мы интуитивно верим всему, что они пишут. А это, увы, не всегда бывает правдой. Зал притих. Люди стали переглядываться, все понимали, что что-то должно произойти. Леонсис опустил глаза в пол и продолжил. Информация о том, что мы продлили Александра Овечкина на 6 лет, оказалась ложью. На трибунах в этот момент повисло гробовое молчание. Лица фанатов стали становиться все бледнее, а в глазах застывал ужас. Помимо слухов о продлении лучшего игрока команды, а возможно и всей лиги в целом, болельщики читали также о том, что русская суперзвезда перейдет в Торонто, Монреаль, Детройт, Чикаго или даже Нью-Йорк. И похоже, их самые страшные кошмары вот-вот начнут сбываться. Но тут Тед Леонсис поднял лицо и с хитрой улыбкой обвел обескураженный зал. Мы продлили Алекса на 13 лет. Арена взорвалась от аплодисментов, перешедших в овацию. Что ж, старинет Теду никак не откажешь в специфическом чувстве юмора. Но именно таким образом он решил объявить о сделке, определившей всю его эпоху во главе столичных. По новому историческому соглашению Александр Овечкин получал 124 миллиона. И как покажет время, это будет очень рискованной инвестицией. Ведь всего полгода спустя на США лавиной обрушится самый сильный финансовый кризис в 21 веке, вызванный невозвратами по ипотечным займам. Как позже скажет сам Тед Леонсис, я вообще люблю риск. Впрочем, в данном случае я уверен, что эта долгосрочная инвестиция окажется выгодной. И благодаря Овечкину мы войдем в число претендентов на Кубок Стэнли. И он окажется прав. Это новый выпуск истории хоккейных клубов. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк под видео и пишите в комментариях, про какую команду нам нужно сделать следующий выпуск. Ну а сегодня, как вы уже поняли, мы говорим про Вашингтон Кэпиталс. Хоккей в округе Колумбия в первой половине 20 века представлял собой жалкое зрелище. Самые продвинутые любители хоккея могут вспомнить вашингтонских львов, сыгравших в АХЛ 4 сезона в 40-е годы. Все остальные коллективы, оставившие хоть какой-то след в истории, были командами из так называемых пивных лиг. И примерно такая же ситуация была и с остальными профессиональными видами спорта, за исключением футбола. Тут надо пояснить, что как такового города Вашингтон нет. Это историческое название местности, формально именуемый округ Колумбия. И официально не входящий ни в один из 50 штатов США. Белый дом, Конгресс, Сенат, Верховный суд, Национальная библиотека – это все округ Колумбия. Место расположения всех ветвей федеральной власти Америки. Сделано это было для того, чтобы избежать конфликта между силовыми ведомствами отдельного штата и федеральными органами. Но до того, как эта территория получила свой особый статус, она по большей части располагалась в штате Мэриленд. Плюс ее небольшой кусок на юго-западе был в составе Виргинии. Исторически профессиональный спорт в этих местах надолго не приживался. В Виргинии сильны традиции студенческого спорта, но профессионального клуба там нет и по сей день. В Мэриленде дела обстоят получше. С 1954 года там есть бейсбольная команда Ориолс. 10 сезонов там играла баскетбольная команда, причем 5 из них в НБА. Почти 15 лет в АХЛ гоняли шайбу Клиперс, а 30 лет назад в НФЛ появился клуб Рейвенс. В самом же дистрикте единственной профессиональной командой долгие годы были футбольные Редскинс. Несколько лет назад сменившие название по этическим причинам на Коммандерс. Бейсбол в столице США основательно пустил свои корни только в 2005 году в виде переехавшего аж из Канады клуба Монреаль Эспос, известного теперь как Вашингтон Нэшналс. Так вот, как мы видим, конкуренции никакой, но и рынок достаточно маленький, где живет преимущество бедное чернокожее население. Казалось бы, ну какой тут еще хоккей? Как часто бывает в этой жизни, череда случайных событий приводит к удивительным вещам. В 1963 году в Далласе убивают Джона Кеннеди, а в Балтимор переезжает баскетбольная команда из Чикаго, основанная всего двумя годами ранее и меняет свое название на Буллиц. Чуть больше, чем через год, ее покупает консорциум, членом которого является руководитель стремительно развивающейся строительной фирмы «Эйп Полин», чьи родители были евреями, эмигрировавшими с США из Российской империи в 1914 году и носившими фамилию Полиновский. Со временем потомок выходцев из России станет мажоритарным акционером клуба и завяжет все управление на себя, но это будет чуть позже. Новая команда Мэрилэнда выступала в только что построенном Балтимор Сивик Центре, вмещавшем на баскетбольных матчах до 14 тысяч зрителей. Но Эйп Полин быстро понял, что может убить одним махом даже не двух, а трех зайцев, построить за счет муниципалитета новый стадион, на чем его фирма заработает денег как подрядчик, и, собственно, он сам станет богаче на несколько миллионов долларов. Этому способствовало и то, что относительно новая франшиза практически не пропускала плей-офф, а в 1971 году сенсационно вышла в финал НБА, где уступила Милуоки во главе с великим Каримом Абдулджабаром. Так что аншлаги на матчах буллетс были обычным делом, но тут в дело вмешалась проклятая математика. Расчеты показывали, что даже если на каждый матч на новом стадионе будет приходить по 20 тысяч, отбить затраты на строительство будет делом чрезвычайно хлопотливым, и чтобы арена была рентабельной, на ней необходимо проводить еще какие-то события между баскетбольными играми. Вторым моментом было то, что Эйп не планировал надолго задерживаться в Балтиморе, а хотел, чтобы его франшиза размещалась в столице США, ставшей для него с 8 лет родным домом, и где конкуренция в сфере шоу-бизнеса была меньше, чем в Мэриланде, а население агломерации стремительно росло. Решение созрело быстро. Строительный магнат решил создать команду НХЛ, чтобы она играла в новом дворце, тем более, что у лиги было две вакансии в рамках расширения. А помогла ему в этом жена Ирен, чьи братья днями напролет гоняли шайбу на замерзшем озере. Полин лично встретился с руководством НХЛ, и хотя президент лиги Кларенс Кэмпбелл изначально скептически относился к созданию хоккейной франшизы в округе Колумбия, настойчивость и личное обещание Эйба, что команда будет играть на новой и самой современной арене, сделали свое дело. Хотя претендентов на два новых места в НХЛ было около десятка. В переговорах с Кэмпбеллом тоже не обошлось без Ирен. Супруга Эйба сама готовила обеды для деловых встреч с руководством лиги и активно принимала участие во всех обсуждениях. При том, что семейство Полинов было удачно в бизнесе, в личной жизни у Эйба и Ирен случилось две трагедии. В 1954 году в 14 месяцев умер их третий ребенок Кеннет, а спустя 9 лет скончалась их первенец, 16-летняя Линда. Оба они имели врожденный порог сердца, который привел их к смертям. Магнат очень любил свою единственную дочь, ее утрата стала для него тяжелейшим ударом. Почти год он был в депрессии, а всеми делами семьи, в том числе спортивным бизнесом, занималась его супруга. Отойдя от трагедии, Полин окончательно решил, что Буллиц обязаны как можно скорее переехать из Мэриланда в Вашингтон, чтобы дарить хотя бы немного счастья и радости жителям округа. Почти 10 лет Полины вели переговоры с администрацией округа Колумбия выделением земли и средств на постройку новой арены. Перед Советом управляющих городом выступал сам президент США Ричард Никсон, поддержавший строительство. Но тут в дело вмешалась большая политика и вопрос подвис. Стадион планировали строить в Чайнатауне, месте компактного проживания выходцев из Китая, чьими интересами в принципе можно было бы и пренебречь, если бы не одно «но». С 1971 года началась перезагрузка китайско-американских отношений, и федеральная власть не хотела обижать своих соседей, живущих с ней в одном городе. А Диаспора была категорически против, чтобы огромный спортивно-развлекательный центр разрушал социальную экологию их районов. 8 июня 1972 года Полины получили право на формирование команды НХЛ в Вашингтоне. Спустя три месяца состоится суперсерия 72, давшая мощный новый импульс развитию хоккея в целом и НХЛ в частности. Правда лицензия была всего лишь категорией С, условная. Чтобы она стала категорией Р, с правом начать выступление в лиге, нужно было быстро решать вопрос с ареной, иначе могли подсуетиться другие желающие, коих было не меньше десятка, и забрать лицензию себе, оставив DC без новой арены, хоккея и баскетбола. Эйб пойти на это, конечно же, не мог. Он дал себе слово, чтобы приложить все возможные усилия, чтобы его первоначальный план, пусть и с небольшими изменениями, но реализовался. Магнат пошел к соседям в Мэриленд, организовал встречу с руководством штата, по итогам которой власти сами предложили Полину забрать бесплатно участок земли под строительство, максимально близко расположенный к Вашингтону. В результате арену было принято строить в Лэндовере, самом ближайшем восточном пригороде округа Колумбия, формально являющемся частью Мэриленда, а название ей придумала опять же Ирэн, Capital Center. Ну, вы уже поняли, да? Название не взялось с неба, новая хоккейная франшиза стала называться Capitals, то есть столичная. И тут тоже не обошлось без миссис Полин. Изначально названий, предложенных жителями DC, была масса. В офис новоиспеченного клуба пришло более 700 писем с предложениями о названии. Больше всего упоминаний было у Комет, Пант, Иглс и Метрос. Но в вечер, перед объявлением названия новой франшизы, жена тонко намекнула мужу, что ее сердцу милее всего Capitals. И именно такое название вытащил на презентации из конверта Ape уже на следующий день. Несколько слов о Capital Center. На момент открытия это была самая инновационная арена США, возможно и мира, предназначенная для проведения баскетбольных и хоккейных матчей, а также больших концертов. Во-первых, архитектурное решение было таковым, что относительно небольшое, на первый взгляд, сооружение, способно вмещать в себя до 20 тысяч гостей. Во-вторых, была придумана уникальная крыша, оборудованная всеми новейшими для начала 70-х технологиями. На арене был установлен первый в мире видеокуб. Электронные турникеты, отдельные вип-ложи и самая большая парковка в США. Не забыли и о команде. Там были широченные раздевалки и просторные подтрибунные помещения. Все бумажные формальности были улажены, арена построена и Кэпс готовились к своему первому сезону в лиге. Поллины наняли легенду Бостона Милта Шмидта на пост генерального менеджера, который привел Брюинс к двум кубкам Стэнлия в 70-м и 72-м году и, возможно, являвшимся сильнейшим GM-ом лиги на тот момент. Итак, что мы имеем в итоге? Уважаемая семья, пережившая две трагедии, много тратящая на благотворительность и поддержку родного города, ну, как можно сказать, почти родного, ведущая, насколько это возможно для миллионеров, скромный образ жизни имеет в округе Колумбия, который любит всем сердцем, две франшизы – баскетбольную и хоккейную. Если с игрой в оранжевый мяч все более-менее ясно, клуб только недавно был в финале НБА, уже через год 75-го снова попадет туда и с третьей попытки все-таки возьмет до сих пор единственный для Вашингтона титул НБА, то с хоккеем все обстоит менее радужно. Проблема в том, что Полины ни черта не понимают в хоккейном бизнесе. Давайте о хоккейных реалиях того времени. Что такое НХЛ в тот момент? До 1967 года это был закрытый клуб из команды оригинальной шестерки, и лиге требовалось всего 150 игроков. В НХЛ 90% мест занимают канадцы, остальные – американцы. Есть еще в ВХА, где тоже играют сильные хоккеисты, но опять же только североамериканцы. Расширение 67-го, 70-го, 72-го и 74-го и конкуренция со стороны ВХА приводят к тому, что лига начинает испытывать дикий дефицит игроков. В Европе в хоккей на сопоставимом уровне играют только в СССР, чему подтверждение Суперсерия 72, и в Чехословакии, в странах социалистического блока, откуда взять игроков не представляется возможным ни за какие деньги. На остальном континенте игра с шайбой на льду еще не так развита, как сегодня. Система подготовки игроков в США и Канаде также не позволяет в тот момент выдавать игроков, чтобы все 20 клубов НХЛ наполнить качественными мастерами. Да и драфты расширения, которые в 21 веке максимально лояльны к новичкам, не были таковыми полстолетия назад. В итоге игроков нет, комплектоваться можно только тем, что не нужно другим клубам НХЛ и ВХА. Чудо не произошло, и собрать сколько бы то ни было конкурентоспособную команду Шмидту не удалось. Более-менее известным игроком той команды был вратарь Рон Лоу, но популярность к нему пришла уже после завершения карьеры как функционеру и тренеру Эдмонтон Оилерс. Объективно, Кэпиталс не были конкурентно способны свой первый год в НХЛ. Но и такого провального дебюта никто не ждал. Команда установила букет вечных рекордов. Например, 67 поражений, 21 очков регулярки, 446 пропущенных шайб и так далее. При этом все победы принес команде галкипер Рон Лоу. С ним в воротах команда заработала 20 очков из 21. Из состава Вашингтона 74 он дольше всех задержался в лиге, завершил свою карьеру только через 10 лет, при этом сыграв в НХЛ практически 400 матчей. Из его партнеров никто и близко не подошел к подобным цифрам. Все достаточно быстро или завершили карьеры, либо ушли обратно в низшие лиги. При этом, вот парадокс. Новый Кэпитал-центр был всегда практически полон, несмотря на результаты команды, и позволял чте Поллинов потихоньку окупать затраты на строительство. В следующем сезоне Шмидт решил встать на тренерский мостик, параллельно оставаясь на посту GM, который он все-таки оставил по ходу сезона. Ничем хорошим это, конечно, не закончилось. Лучшим игроком команды снова был вратарь Лоу, а никто из полевых не добрался до отметки в 50 очков за сезон. Менялись тренеры, менеджеры, но все бестолку. За восемь первых сезонов в Мэриленде команда ни разу не вышла в плей-офф, ни разу не добилась положительного баланса побед и поражений, и лишь однажды не оказалась на последнем месте в своем дивизионе. В воздухе начало сквозить напряжение. Эйба Поллина такое положение дел категорически не устраивало, особенно на фоне соседей по арене буллетс, которые уже сыграли в четырех финалах НБА и взяли в них первый титул своей истории. Владелец терпел восемь лет и не хотел перевозить или продавать франшизу, так как любил и уважал агломерацию DC, но клубу были необходимы срочные перемены. Город и болельщики отвечали взаимностью. Хотя капитал-центр располагался в не самом удобном месте и пробки на шоссе в нематче стали легендами, стадион продолжал забиваться более-менее регулярно. Именно проблемы с посещаемостью и самоокупаемостью привели к переезду трех клубов НХЛ с момента первого расширения в 1967 году. Калифорния Силс просто прекратила существование слившей с Миннесоты Нордстарс, а Атланта Флеймс в 80-м переехала в Калгари. Но больше всего Полину не нравилась третья история. Помимо Вашингтона, в 1974 году в лигу пришла команда Kansas City Scouts, которая в свои первые два сезона была таким же беспросветным аутсайдером лиги. Прервали же эту черную полосу уже Colorado Rockies, и вы не ослышались. Франшиза сменила свой дом и обосновалась в Денвере. Это всего спустя четыре года после того, как владельцы команды из Канзаса, так же, как и Ape вырвали право на создание клуба у других десяти претендентов. Считается, что сложности Scouts обуславливались тем, что группа инвесторов состояла из 37 человек, тянущих каждое одеяло на себя. И когда состоялся переезд в Колорадо, количество владельцев сократилось до четырех. Второй проблемой было отсутствие терпения и низкая посещаемость в домашних матчах. Хоккей в Канзасе так и не прижился. Команда NHL там нет до сих пор. Количество зрителей настолько упало в конце второго сезона команды, что профсоюз игроков начал волноваться, а сможет ли клуб просчитаться с игроками по зарплате, так как убытки франшизы были более одного миллиона долларов. Переезд в Денвер не решил проблем Rockets. Хотя посещаемость стабилизировалась и практически не уступала Вашингтонской, спортивные результаты также оставляли желать лучшего. Когда через два сезона, проведенных в Денвере, результаты у новой франшизы не улучшились, консорциум владельцев с легким сердцем продал клуб. Сначала владельцу крупной грузовой компании, который безуспешно попробует перевести команду в Нью-Йорк. Эти попытки будут безуспешными, и клуб поменяет владельца на Питера Гилберта. Гилберт поначалу собирается оставить команду в Денвере, но уже спустя год идет в Лигу и заводит шарманку о переезде на Восточное побережье. Своими силами осуществить этот план ему не удалось, и он находит покупателя, который был готов ко всем тратам ради покупки и управления собственной хоккейной франшизой в Нью-Джерси. Им оказался владелец бейсбольной команды Хьюстон Астрос, уроженец Джерси-Сити, экспедитор, инженер Джон Макмален. Вся сделка обошлась ему и его партнерам в 30 миллионов долларов. В конечном итоге, путем многочисленных переездов, смен владельцев, образовался клуб, который мы уже более 40 лет знаем, как Нью-Джерси Девилс. Эйп Полин начинает сомневаться, так ли нужны ему кэпс, ведь если найти покупателя, который обязуется сохранить команду в столице и будет готов заплатить за нее ту же цену, за которую только что были проданы те самые Рокис, то это было бы отличным решением для бизнеса семьи. Семейству строительных магнатов не хотелось бы, чтобы их любимое детище скиталось с арены на арену, из штата в штат, переходя из рук в руки. Как мы помним, они создавали команду именно для того, чтобы она представляла столицу США. Эйбу и Эрен почти 60. Им становится все сложнее совмещать управление основным бизнесом и спортивными проектами, хоккейным и баскетбольным клубом, и еще капитал-центром. А их детям спорт вообще не интересен. Продажу же своей второй команды Буллиц Полин не рассматривает. Баскетбол любимая отдушина города и лично Эйба, и он принимает решение. Если за межсезонье клуб после очередного неудачного сезона сумеет выполнить план по продаже абонементов на сезон 82-83, соберет аншлаги на первых 10 домашних матчах, все это даст понять, что Вашингтон действительно любит свою франшизу, несмотря ни на что, и история с Канзасом и Денвером, потерявших свои команды из-за спада посещаемости, не повторится. В это же самое время простой болельщик Кэпитал Стив Мелман смотрит по телевизору выступление спортивного эксперта Кена Беатриса, заявившего, если Вы хотите посмотреть профессиональный хоккей, Вам, возможно, осенью придется поехать в Филадельфию или Нью-Йорк. Мелман – владелец одного из первых проданных клубом абонементов, ходит на матчи Кэпс с момента основания и не собирается менять красное джерси на футболку Филе или Рейнджерс. Он и еще 11 активных болельщиков столичных организуют комитет, получивший название «Сохраните Кэпс». Базой активистов в июле 1982 года стал спортивный паб Александрия, которым владел также фанат Вашингтона. Мелман обращается к самым известным спортивным журналистам, политикам, раздает более 40 тысяч листовок с призывом оставить команду в округе Колумбия. И все это происходит на матче всех звезд MLB. После того, как Эйп Поллин подтверждает намерение оставить Кэппиталс в Вашингтоне, если билеты на первые 10 игр сезона 82.83 будут распроданы, Мелман и 30 других волонтеров организуют на домашней арене телемарафон, где в прямом эфире отвечают на телефонные звонки, продают билеты, абонементу, сувенирку и мерч Кэппиталс. Компания привлекает внимание чиновников, и следом подключается сенатор Мэрилэнда, пообещавший дать Поллинам отсрочку по налоговым выплатам, а также освободивший фанатов от налога штата при покупке абонементов и билетов в Кэппитал-центр. Ну, в общем, освободил их от налогов. Эйп, который все еще колеблется, продавать команду или нет, под давлением болельщиков СМИ официально заявляет, что Вашингтон еще минимум на один сезон остается в городе. 1982 год. В Советском Союзе московский комбинат спортивных изделий выпускает советский Adidas в фирменной кроссовке с тремя белыми полосками. В эфир выходит двухсерийное кино целой эпохи, Покровские ворота, а мир и СССР в частности охватывают повальная мода на кубик Рубика. Тем временем в округе Колумбия Эйп Полин принимает решение, полностью изменившее франшизу. Магнат выходит из оперативного управления клубом и нанимает на должность президента Дика Патрика, который в свою очередь ставит генеральным менеджером и вице-президентом по хоккейным операциям 32-летнего Дэвида Пойла, имевшего к тому моменту за плечами пятилетний опыт на позиции ассистента GM в организации Flames. Эйп по сути превращается в обычного болельщика, которому, правда помимо побед, менеджмент еще должен приносить и неплохую выручку. Вся административная работа ложится на Патрика, а непосредственно хоккеем занимается Пойл. Принято считать, что именно благодаря этой связке в руководстве Кэпс смогли оттолкнуться от одна и начать свой долгий поход к Кубку Стэнли, но это не совсем так. Все эти годы Вашингтон довольно неплохо драфтует игроков. И это непосредственно заслуга Макса Макнаба, генерального менеджера команды с конца 1975 по конец 1981 года. Именно благодаря ему в системе появились Рик Грин, Роберт Пикард, Райан Уолтер, Майк Гартнер, Бобби Карпентер, а также вымененный из Миннесоты Деннис Марук, первый игрок в истории Вашингтона, забивший 60 голов за регулярку. Приемник Макнаба, бывший вратарь столичных Роджер Крозье, после завершения карьеры работал во фронт-офисе Кэпс и в сезоне 81-82 исполнял обязанности генерального менеджера, задрафтовав летом будущую легенду НХЛ и одного из сильнейших защитников в истории Скотта Стивенса. Так что на бумаге у Пойла перед стартом сезона был не самый плохой состав. Новый GM сразу берет быка за рога и проводит сделку блокбастер. Лидеры команды и любимцы болельщиков, капитан Райан Уолтер и ведущий защитник Рик Грин, обмененный в Монреаль, народа Ленгуэ, ставшего капитаном столичных на будущие 10 лет. Вратарскую бригаду составляют Эл Дженсен с Пэтом Ригеном, которые через год возьмут Уильям Дженнингс трофе, пропустив меньше всего голов в лиге, благодаря как раз-таки приобретению Ленгуэ, вокруг которого наряду со Скоттом Стивенсом выстроилась новая система обороны Кэпс, позволившая значительно сократить количество пропущенных шайб. В первом же сезоне при новом руководстве Вашингтон наконец-то имеет положительный баланс побед и поражений и впервые в своей истории выходит в плей-офф, где в первом раунде уступает великой династии Айлендер, доминирующей в лиге и взявшей 4 кубка Стэнли подряд. Результаты столичных улучшаются от сезона к сезону, команда впервые пробивает планку 100 очков за регулярку, а в следующей повторяет это достижение. Но плей-офф снова непреодолимая стена. На пути команды встают парни с Лонг-Айленда. Весной 1986 года Кэпитал заканчивает сезон с 50 победами и 107 очками. Проходят Айлендер в первом раунде, обыграв их в сухую, а во втором раунде Кэп встретится с Рейнджерс и вылетит из плей-офф. Результаты регулярки начинают падать. В следующий раз набрать 100 баллов за сезон столичные смогут только в 21 веке. Казалось, что Вашингтон топчется на месте. Лишнее подтверждение этому. Команда в следующие два сезона уверенно проходит регулярку, но вылетает сначала во втором, а затем в первом раунде плей-офф. Даже несмотря на то, что перед сезоном 87-88 команду пополнил один из самых стабильных снайперов того времени Дейл Хантер, в СМИ все чаще стали намекать, что лидеры постепенно выдыхаются, команде нужна новая кровь и, может быть, имеет смысл уйти в перестройку. Но тут Вашингтон снова удивляет. Он выходит в финал конференции, пройдя Нью-Джерси и Рейнджерс, и в финале натыкается на барьер в виде Бостона. Но в любом случае, так далеко за 16 лет своего существования команда из округа Колумбия еще не забиралась. На драфте 1990 года под 156 номером Вашингтон выбирает 22-летнего словака Петера Бондру. А спустя два года под 14-м пиком столичные получают права на самого талантливого атакующего защитника СНГ Сергея Гончара. Также в эти годы в системе появляются Олаф Кольцы, Кен Кли и Стив Коновальчик. Тем самым Кэпиталс, не очень удачно работавший на драфте во второй половине 80-х, получает необходимую глубину для плавной смены поколений. Идет 1991 год. В СССР приходит модная игрушка с запада, кукла Барби. На московской выставке Автосервис 91 немецкая компания Mercedes-Benz показывает новую модель представительского С-класса, тот самый 600-й Мерседес. А 25 декабря над Кремлем спустят красный флаг серпом и молотом и поднимут триколор России. Советский Союз перестанет существовать. На другом конце Атлантического океана в это время Вашингтон Кэпиталс входит в заключительное десятилетие 20-го века с репутацией клуба, которому не хватает совсем чуть-чуть, чтобы сделать следующий шаг в развитии франшизы, продолжая стабильно выходить в плей-офф и имея один из лучших ростеров в лиге. Команда никак не может преодолеть потолок, которым стал для нее второй раунд. Это уже действительно стало походить на какое-то проклятие. В большинстве случаев Кэпс выглядят фаворитами серии, захватывают нее инициативу, а затем все в один момент пропадает. На место заклятых друзей из Айлендерс приходит Питтсбург Пингвинс. С 91 по 96 команды пять раз встречаются в плей-офф и четыре раза победителями выходят Пингвины. Дэвид Пойл, который начал карьеру с обмена блокбастера, который во многом стал поворотным моментом в истории Вашингтона, постепенно превратился в очень системного менеджера, исключающего малейший риск. В конечном итоге Пойл покинет команду. Его место займет человек, который определит судьбу франшизы на следующие 15 лет – Джордж Макфи. Владельцу Эйбу Пойлена уже почти 75. Хоккей его практически не интересует, тем более, что финансовый прогноз показывает, что вскоре Кэп смогут стать убыточной франшизой. Все силы пожилого бизнесмена брошены на то, чтобы успеть построить новую арену для любимых баскетболистов, тому моменту уже переименованных «Уизардс». Капитал-центр за 25 лет эксплуатации превратился из самого современного и инновационного стадиона Северной Америки в морально устаревший. Тем более, проблема неудобного расположения, как для жителей Вашингтона, так и Балтимора за все эти годы не была решена. Место для строительства нового стадиона власти Вашингтона выбрали как раз-таки у того самого Чайна-тауна, в самом сердце города. При этом проект стоимостью 200 миллионов долларов сочетал в себе как новую арену, так и огромный торгово-развлекательный центр на ее территории, работавший даже в те дни, когда матч не проводится. В этот момент президент клуба Дик Патрик осторожно интересуется у патрона, а не хочет ли он продать часть акции Кэпс, так как покупателей на актив, с учетом того, что он вот-вот переедет на новый стадион, ну, прям достаточно. Эйб поручает своему подчиненному составить список потенциальных покупателей. На льду в это время костяк из Оутса, Гончарани, Калишина, Хаусли, Хантера, Кольцика и, конечно, Бондры выдает, возможно, свой лучший сезон в карьере. Ветераны переживают вторую молодость. Адам Оутс, Фил Хаусли и Дейл Хантер набрали свои тысячные очки за карьеру. Это, кстати, единственный случай в истории НХЛ, когда в одной команде три разных игрока достигли одного и того же рубежа за один сезон. Вашингтон дошел до финала Кубка Стэнли, одержав 12 побед при всего пяти поражениях. Ну а к финалу с Детройтом карета, на которой ехали Кэпс, превратилась в тыкву. Силы у лидеров были на исходе. Лишь в одном из четырех матчей финала столичные забросили более одной шайбы. Рэд Уинкс забрали финальную серию за четыре игры. Существует теория, что на выступления столичных в финале сказался переезд команды из Кэпитал-центра незадолго до плей-оффа на новую арену. Макфи, главный тренер Рон Уилсон и ветераны намекали Полину, что лучше доиграть сезон в старом дворце. Но Эйп так хотел наконец-то, чтобы НБА полноценно была в столице и не стал слушать никого. В этот самый момент на горизонте появляется Тед Леонсис, американский бизнесмен греческого происхождения, сделавший свое состояние на телекоммуникациях. Именно его кандидатуру Дик Патрик предлагает рассмотреть в качестве нового владельца Кэпиталс. Полин сразу проникается симпатии к молодому предпринимателю и они достаточно быстро договариваются о полном переходе контроля над столичными, а также о продаже 44% акций баскетбольной команды и нового стадиона, получившего название MC Center. Официально о продаже франшизы объявили только в мае 1999 года, хотя обо всем они уже договорились, конечно, заранее. Сделка получилась одной из самых дорогих в истории американского спорта. Официальных цифр никто и не озвучивал, но аналитики предполагают, что сумма, которую перевел новый владелец в семье Полинов, составила несколько сотен миллионов долларов. Пока старый и новые владельцы договаривались об условиях сделки, Кэпиталс накрывает волна травм. Становится ясно, что команда в апреле завершит сезон. Макфи обменял капитана Дейла Хантера, Джо Джуно и Крейга Беруби. Леонси стал сразу уделять больше внимания хоккейной команде, чем его предшественник. В команде появился Крис Саймон, ставший лучшим снайпером клуба в первый полноценный сезон Теда в качестве владельца. Миллениум Кэпиталс встречает выигрышем своего дивизиона и вторым местом в конференции впервые за 15 лет, набрав более 100 очков. В первом же матче плей-офф они получают 7-0 от Питтбурга. Вашингтон уступает в пяти матчах, тем самым окончательно рождая одно из самых жарких и непримиримых противостояний истории современной НХЛ. На следующий год история повторяется почти под копирку выигрыш дивизиона и 2-4 от Питтсбурга в первом раунде. Тед решил, что раз нельзя победить Питтсбург на льду, то можно воспользоваться их шатким финансовым положением и забрать лучшего игрока. Таким образом, летом 2001 года Яромир Ягор стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории, подписав 7-летний контракт с Вашингтоном на 77 миллионов. Яромир сразу становится лидером столичных, набирая больше одного очка за матч. В атаке ему помогают Оудс, Бондро и Гончар, но команда сенсационно не выходит в плей-офф. Отпечаток накладывает еще события, произошедшие 11 сентября. Серия терактов, устроенных Аль-Каиды на территории США, после которых в Вашингтоне всем, ну скажем так, немного не до спорта. Перед дедлайном команду покидает ветеран Адам Оудс, последний игрок, приобретенный в эпоху дуэта Полин Пойл. На тренерском мостике Уилсона меняет Брюс Кэссиди, Макфи усиливает команду Лангом, Гриером и Нью-Ландером. Вашингтон уверенно выходит в плей-офф, доходит до второго раунда, где Путин преграждает Флорида. Сезон 03-04 вообще превращается в ужас с самого начала. Команда валится так же, как на заре своего создания. Одна победа в десяти матчах. Макфи увольняет Брюса Кэссиди, команду возглавляет новичок Гленн Хэнлон, которому выправить ситуацию так же не удается. В итоге, к середине регулярки Леонсис решает, что с этими игроками ему ничего не светит и устраивает первую тотальную перестройку франшизы на тридцатый год ее существования. Перед дедлайном команду покидают почти все лидеры Ланг, Бондро, Ягор, Гончар. Наступает 2004 год. Во всем мире бешеными темпами начинает расти экономика, цены на нефть и газ увеличиваются на десятки процентов каждый квартал. 26 июня комиссар НХЛ Гэри Бэтмен объявил, что под первым номером Кэпиталс выбирает 18-летнего левого вингера из России Александра Овечкина. В НХЛ происходит первый полноценный локаут, который съедает весь сезон, а уже год спустя в первом же сезоне Ови выбьет 52 гола и 106 очков, забрав Колдер у канадского Next One Сидни Кросби. Проблема в том, что помимо Овечкина у Кэпиталс вообще нет игроков хотя бы минимально сопоставимого уровня. Заняв 14 место в конференции, столичные снова получили право на высокий пик, под которым взяли гениального шведского плеймейкера Николаса Бэкстрима. Златокудрый швед в следующем сезоне дебютирует в лиге и во многом его заслуга, что Александр Великий проводит свой лучший сезон в карьере, забивая 65 шеп и в награду получает контракт на 124 миллиона. На долгие годы 8 и 19 номер Вашингтона становится неразлучной парочкой как на льду, так и за его пределами. Овечкин помогает своему центру с адаптацией в столице, между ними возникает крепкая мужская дружба. Дом Ови в пригороде Вашингтона был всегда несколько закрыт от посторонних, но Николас всегда там был желанным гостем. Когда НХЛ отменила первую часть сезона 12-13 из локаута, друзья вместе поехали играть в КХЛ, выступая за родной клуб Овечкино Московская Динамо, которая, кстати, по итогам того розыгрыша возьмет второй кубок Гагарина подряд. В следующем сезоне дуэт Ови и Бекса выходит в плей-офф, где проигрывают Филадельфии на своем льду в овертайме седьмой игры. Но тот сезон лучшему хоккеисту мира все-таки скрашивает чемпионат мира в Квебеке, где Овечкин впервые становится чемпионом мира, а Россия возвращает себе золотые медали спустя 15 лет. Параллельно с этим Джордж Макфи на драфте открывает для НХЛ такие имена, как Джонни Одуэ, Бойт Гордон, Эрик Ферр, Джефф Шульц, Майк Грин и Семен Варламов. Парадокс в том, что два главных противника лиги, пившие друг у друга кровь на протяжении 10 лет, Вашингтон и Питтсбург сначала вместе оказываются на дне, а затем получив лучших игроков поколения, таких как Овечкин, Кросби, Малкин, Флюри или Танк, Бэкстрем, Семен, идут штурмовать хоккей на Олимп. Но пока Овечкин бьет рекорды по голам и сумме контракта, Питтсбург уже в финале Кубка Стэнли, а через год и его обладатель. Вашингтон под руководством Брюса Будро на следующий год рвет всю лигу, катком проезжая по регулярке, выигрывая президент Трофи 2010, набрав рекордное 121 очко. Вашингтон уверенно ведет 3-1 в серии у в последний момент попавшего в плей-офф в Монреале. И тут Ярослав Галак решает показать лучший хоккей в жизни, отбивая все, что летит в его ворота и практически в одиночку выигрывает три матча подряд, пропуская только по одной шайбе. Во втором раунде словацкий голкипер в 7 матчах пройдет и Питтсбург, но на этом его волшебство закончится навсегда. С проигрышем Монреалю связан один интересный эпизод. Один из лидеров того состава, Брукс Лайк, возвращался домой с арены. Настроение у него, как и у остальных игроков в Кэпиталс, было скверное. И лишний раз с кем-то встречаться, а уж тем более с фанатами, ему в тот вечер точно не хотелось. Он замечает на пустынном шоссе машину семейной пары, стоящей на аварийках. Оказывается, что это болельщики Кэпиталс, которые возвращались из Кэпитал-центра и пробили покрышку. Лайк останавливается, спрашивает, нужна ли им помощь и самостоятельно меняет им колесо. Вскоре об этом узнает весь интернет и горечь от поражения фанатам становится перенести легче, раз в команде есть такие парни. Овечкин получает капитанскую нашивку, а Вашингтон свежую молодую кровь от Макфи. Алзнер, Перо, Карлсон, Холби, Юханссон, Орлов, Икин, Кузнецов, Грубауэр. У столичных самый сбалансированный и глубокий состав в НХЛ. Тренер, ставящий красивый атакующий хоккей, щедрый владелец и невероятное руководство, собравшее, возможно, самую зрелищную команду в истории потолка зарплат. Виток невероятен. Снова вылет во втором раунде, сначала от Тампы, год спустя от Рейнджерс в седьмом матче. В укороченном сезоне из-за локаута 12-13 Овечкин берет свой третий хард, но не может вывести команду даже во второй раунд. В семи матчах на пути Кэпиталс снова Рейнджерс. Команду возглавляет старый знакомый Адам Оудс, который неожиданно переводит капитана и лицо франшизы Овечкина на правый фланг, где тот сродни играл. Но Ови есть Ови, и смена позиций никак не влияет на очередные 50 голов за регулярку. А вот провал на домашней Олимпиаде в Сочи, видимо, сильно повлиял на Вашингтон, и они впервые за 7 лет мимо плей-офф. Тед Леонсис решает не продлевать контракты с Макфи и Оудсом. В команду приходит лучший друг Макфи Брайан Маклеллан, который нанимает на пост главного тренера Барри Троцца, которого, в свою очередь, спустя 17 сезонов работы в Нэшвилле, и оттуда уволил Дэвид Пойл. Новый GM и главный тренер решают, что красиво хоккеит, конечно, здорово, но результат важнее. И уже по традиции вытаскивают из Питтсбурга двух самых надежных защитников – Орпика и Нисканина. Правда, без двух, казалось бы, ведущих игроков Питтсбург вскоре выиграет два кубка подряд, но это уже другая история, о которой мы рассказывали в нашем предыдущем ролике. С новой моделью игры Кэпс набирает 101 очко, занимая второе место в дивизионе. Проходит Айлендерс в первом раунде, и да, в третий раз подряд команда в семи матчах уступает Рейнджерс. Перед сезоном 17-18 от молодежи, собранной Макфи, почти 10 лет назад остаются Овечкин, Бэкстрюм, Кузнецов, Карлсон, Орлов и пара вратарей – Холби Грубауэр. Лидеры команды наравне с ветеранами Ти Джей Оши, Ларс Эллер и телохранитель капитана, здоровяк Том Уилсон. Давний болельщик Вашингтона и один из основателей сайта Sports.ru Алексей Белов 6 октября 2017 года опубликует статью под названием «Овечкин возьмет кубок Стэнли в этом сезоне» в Скринте. Цитата из этого текста. «До сих пор всего один раз в жизни у меня было чувство, что большой турнир выиграет именно эта команда и никакая другая. Перед Евро 2008, на которой Испания, как обычно, ехала одним из топов, в которого никто не верит. Который же много лет либо быстро вылетал из плей-офф, либо вообще нелеп проваливался в группе. Они тогда взяли Евро, а позже много чего еще. Сейчас есть такое же чувство. Чемпионское окно команды Вашингтона почти закрылось. Один кубок. Только один. В июне 2018. И черт побери, он оказался прав. Кэпитал снова выигрывает дивизион. В первом раунде они проходят Коламбус, далее второй круг и снова тот самый раздражитель Питтсбург. Но после двух кубков у Кросби и Малкина просто нет сил, нет мотивации биться не на жизнь, а на смерть. А Кэпс уверенно проходит своих главных соперников в лиге. Далее эпический финал конференции Стампы 2-0 после первых двух матчей, превращается в 2-3. И тут на сцену выходит не Овечкин, Бэкстрим или Кузнецов, а вратарь Брейден Холби, начавший плей-офф в запасе. Он выигрывает шестую и седьмую игру, не пропустив ни одной шайбы. Финал Кубка Стэнли начинается на Т-мобайл-арене в Вегасе, где своих соперников принимают проводящие первый сезон НХЛ «Золотые рыцари», которых собрал Джордж Макфи и генеральный менеджер. В первую встречу хозяева на эмоциях берут вверх в эпохальной перестрелке 6-4, но затем Троц возвращает свою команду к привычной системе и уже спустя 10 дней в том же самом месте Александр Овечкин поднимает над головой кубок Стэнли. На 44-й год своего существования Вашингтон Кэпиталс чемпионы НХЛ. Летом команду покинет часть системообразующих игроков, а Троц не договорится с Леонси Самановым в контракте и уйдет в Айлендерс. Вашингтон выдаст еще один неплохой сезон, но плей-офф вылетит от Каролины во втором овертайме седьмого матча первого раунда. Еще через год в первом раунде столичные остановят уже бывший главный тренер Барри Троц. Чемпионское окно команды закрылось. В 2020 году команду возглавил Питер Лавиолетт и у команды продолжится регресс. Единственной причиной включать матчи Кэпиталс – это Александр Овечкин, который начал штурм вечного рекорда Грецки по голам в регулярном чемпионате. На старом багаже по инерции Вашингтон два раза заехал в плей-офф, но сразу же быстро вылетал, выиграв всего три матча за два розыгрыша Кубка Стэнли. А в сезоне 22-23 вовсе превратился в аутсайдера, заняв лишь тринадцатое место в конференции. Смотря из сегодняшнего дня на полувековую историю команды из округа Колумбия, надо честно признать – это одна из самых невезучих франшиз в истории спорта. Один трофей за 50 лет очень мало для команды, у которой адекватные владельцы, лояльные болельщики, грамотные управленцы. Но такова жизнь и таков спорт – побеждает тот, кто выигрывает последний матч в сезоне. Давайте попробуем порассуждать. А что дальше? На момент записи этого ролика Кэпиталс вошли в 2024 год очень старой, измученной травмами команды, которой необходима перезагрузка. Кузнецову, похоже, надоел хоккей. Бэкстрим формально не завершил карьеру, но надеть снова Джерси Вашингтона он теперь сможет, наверное, только как болельщик. Уилсон и Оши сильно регрессировали за последние пару лет, а молодых суперталантов в системе тоже не наблюдается. Так почему же Тед Леонсис всех не разгонит и не начнет собирать новый костяк, который приведет его ко второму кубку? Именно так, как он сделал ровно 20 лет назад. Ответ – Овечкин. Пока Александр Великий имеет шансы забить 895 голов регулярных чемпионатов, никакую перезагрузку владелец сделать не будет. Так что следующая глава истории столичных будет писаться не ранее 2026 года, когда закончится контракт главного спортсмена в истории округа Колумбия. А до тех пор мы будем наблюдать, как великий российский хоккеист попробует выиграть главную битву своей жизни – битву со временем.